Вот в чем я абсолютно убежден, так это в том, что чтобы понять величие и мощь нашей страны, надо приехать на Волгу, на ее берега, посмотреть на эту великую, без всякого преувеличения, могучую, полноводную и очень-очень красивую реку. Я люблю Енисей, я наслаждаюсь прогулками вдоль Енисея и я обожаю Волгу, это две великие реки. И хорошо, что сегодня Енисей передает привет Волге. С определенной долей допуска можно сказать, что все дороги в Тольятти ведут сюда, на автовассы, и уже на подъезде к этому гиганту начинаешь чувствовать мощь. Огромнейший завод, без всякого преувеличения, больше похож, наверное, на колоссального размера аэропорт. На конвейере есть одна машинка, которая пока еще не показана. Пожалуйста, вот и ее не фотографируй. Как вы понимаете, на любом большом производстве остановить конвейер нет никакой возможности, поэтому, соответственно, каждая технологическая процедура имеет определенные временной отрезы. Так вот, установка двигателя на автомобиль не должна превышать по времени 1 минуты 40 секунд, но эти мастера работают намного быстрее. Предлагаю проверить это и увидеть своими глазами. Ну что, вот машина подъехала к двигателю. 57, 58, 0, поехали. 38 секунд, и двигатель уже в автомобиле. Эта бригада за смену устанавливает от 260 до 300 двигателей за одну смену. Качество, точность и скорость. Вас наверняка интересуют цифры. Каждую минуту с этого конвейера сходит абсолютно готовый автомобиль. Задумайтесь каждую минуту. И если вдруг вы пришли и заказали себе машину в индивидуальной комплектации, то на ее производство в целом от начала до конца проходит всего 24 часа. А вот это как раз карта сборки автомобиля. Следующий автомобиль уже будет со своей карты. И в зависимости от того, что здесь написано, каждый рабочий на конвейере подбирает ту или иную деталь. Побывав на автовазе, видишь, что потенциал хорош. Пообщавшись с работниками, у них у всех чувство единения возникает. Они именно проникаются такими патриотическими чувствами. Чекмен – это человек, который проверяет ошибки. Грубо говоря, дефектовщик. Каждый автомобиль он отсматривает по определенным пунктам и потом ставит свою печать на качество. Поскольку автоваз является градообразующим предприятием в Тольятти, совершенно понятно, что большинство автомобилей здесь, конечно, этого производства. Более того, если вы работаете на заводе автоваз, то автомобиль в производстве этого завода вы можете приобрести с 10% скидкой. Менеджмент завода абсолютно точно могу вам сказать, ну, в силу своего корпоративного духа, соответственно, передвигается исключительно на вазах. Это правильно. Я, конечно, понимаю, что люди, которые работают на конвейере, знают свою работу, но отработана она до автоматизма. И тем не менее, вы знаете, как важно не ошибиться, и именно соблюдая ритм, выбрать именно ту деталь, не вот эту, вот эту, вот эту. Машины-то, они все разные, и надо правильно выбрать деталь, установить и успеть по времени вложиться в этот технологический ритм. Я уже прошел весь этот конвейер своими ногами, и очень этому рад. Работа на вазе идет не прекращаясь. 24 часа в сутки, в три смены, ночная смена самая короткая. Знаете, мой первый автомобиль был ВАЗ-копеечкой, и я до сих пор вот с таким родным и теплым чувством вспоминаю этот автомобиль. И я представляю, что он также проходил весь этот путь, и мне очень приятно приехать на родину моего первого автомобиля. Слушай, я знаю, что ты была на заводе Вольво в Гетеборге, и видела вот так же конвейерную ленту, да? Вот твои сравнения, насколько они корректными могут быть? Я хочу сказать, что я не ожидала на самом деле увидеть такой масштаб. Впечатляет. Само помещение значительно больше, автомобилей собирается больше. У меня отличные впечатления. Все, завод впечатлил. Все интересно вроде нормально, собираю качественно. Ну вот и все, последние 10 метров осталось конвейерной линии, для того, чтобы этот автомобиль уже поехал своими колесами. Сложно представить, что еще 24 часа назад этой машины не было. Я еду на автомобиле, который не проехал еще своими колесами ни одного метра. Завидуете мне? Вот это то, что называется журналистской удачей. Бу Андерсон прямо сейчас осматривает то, что происходит на конвейере. Мы видим его своими глазами. Вон он, за моей спиной. Сейчас мы вернулись с Эльбруса. Буквально месяц назад и на ЛАД 4 на 4 забрались на высоту 3658 метров. Ну и сами флаг подняли на 5642. Все хорошо. Я предлагаю вам посмотреть в счастливые, довольные и радостные лица участников нашего автопродега. Они, конечно, переполнены эмоциями, но и как и я. Это за меня. Тут потенциал есть. И копеечка возвращается к нам на завод, но уже в качестве спонавра. Внимание, цитата. Выглядит как цыпленок, летает как ласточка. Узнаете автомобиль? А вот и автограф автора цитаты. В 96-м году на московском автосалоне был представлен электромобиль производства нашего завода АвтоВАЗ. Ну, вы сами можете оценить дизайн. Даже сейчас, спустя уже какое-то определенное количество лет, он выглядит весьма интересно. Но, опять же, остается концепт-каром на электродвигателе. Максимальная скорость разгона до 90 км в час. Могу сказать точно, если бы этот концепт поступил в продажу, то первый покупатель у него уже есть. Нравится машинка? Да, очень. Вы же наверняка помните, что в истории АвтоВАЗа есть страничка, написанная красноярцем. В 2011 году, 29 ноября, с конвейера сошла первая «Лада Гранта». И тогда по России был объявлен конкурс на лучшее название. И победил красноярец. Я скажу вам, тоже участвовал в этом конкурсе, но, к сожалению, «Лада» досталась не мне. Зато я рад, что такая страница красноярской в истории «Лады» все-таки есть. «Лады» Есть пилотный самолет-разведчик. Есть такие самолеты в нашей коллекции. Михаил Артемьевич Бухтуев воевал в Великую Отечественную. Что касается этих сосен, наверняка они еще помнят эту историю и хранят ее память. Его карточку из концлагеря. Партнеры проекта Компания «Артик Тракс Россия» Расширяй свои границы Сеть салонов оптики «Оптика Давыдов» Оптика с именем 292-03-74 Страховая группа «Надежда» Оформи полис страхования имущества и выиграй один из трех автомобилей Официальный оператор мобильной связи автопробега Оператор с низким уровнем цен «Теледва» Теледва через «Лады»